В этом видео мы говорим о contractions. Contractions – сокращение. Допустим, do not, don't, will not, won't. Наверное, знакомы от школы хотя бы. He is, he is, she is, she is, he has, he is, и так далее. Don't do that. Мы сократили do not, мы сделали don't do that. Не делай этого. Итак, в разговорной речи нужно использовать сокращение. Если мы не будем использовать, окей, нас поймут, но впечатление будет такое, что мы только начинаем говорить и потихонечку, неуверенно, пытаемся, иногда сокращаем, иногда нет, для нас это проблема, сразу это видно. Поэтому стараемся сокращать. Не лениться и тут же это все используем. Сразу хочу сказать, забегая вперед, что в письменной речи сокращение гораздо меньше. То есть там можно do not и так далее. Теперь, здесь все понятно, но тут вдруг мы говорим do not do that. Do not do that. Когда мы не сокращаем, а делаем полностью, do not. То есть это может быть что? Зачем это выделение? Ну, допустим, мы сердиты, angry. Do not do that. Не делай этого. Можно так сказать. Do not. Или, допустим, мы хотим опять же какое-то специальное подчеркивание к примеру. I did not do it. Я этого не делал. Hey, really? I did not do it. Из предыдущих видео мы могли это видеть. У меня про времена, кстати. Может быть, тут и появится такая штучка, где будет написано. Tenses. Это мои видео про времена. Так вот. I have drunk. Да? Можно сказать полностью. I have drunk my tea. Я выпил свой чай. То есть я имею в виду. Но в разговорной речи что произойдет? I have I, апостров, V, E, I've, будет. I've drunk my tea. Еще пример. Вместо того, чтобы говорить I have been there, я был там. Есть такой опыт, есть такой результат. Мы скажем I've. I've been there. Так, дальше. Опять же, если мы хотим подчеркнуть I have been there. Hey, listen, I have been there. Послушай, я был там. Yes, I have. I really have. Опять же, я действительно был там. Мы подчеркиваем первый вспомогательный выбор. Я действительно имею такой опыт. I really have. I have been there. Дальше. Вот необычный вариант. It will. Допустим. It will rain all day. Такое предположение. Мы предполагаем, что будет. Хотя сегодня солнечное, допустим. Будет идти дождь весь день. It will. Полная форма, сокращенная. Ну, из школы, может быть, в британском варианте it'll. It'll. Но. It'll. Тэ. Давайте вспомним. Если у нас буква Ти с обеих сторон окружена гласными, как it и it'll. Хотя там нету гласной, но it'll. И, 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 все-таки есть. Поэтому Ти превратится в такое мягкое Ди. Быстрое Ди. Ди. Да? Как слово better. Опять же, из предыдущих видео вы должны это помнить. Better. Вместо better лучше better. То же самое здесь. Вместо it'll мы скажем idle. Идл. И именно так оно не говорят. Идл. По той же причине слово, знакомое нам little, маленький, little, прозвучит как little. По той же самой причине little. Потому что здесь как бы ощущается, что все-таки как бы между гласами. Хотя написано здесь согласно, но там между ними это чувствуется некое, ну, чуть-чуть, little. Поэтому так произносит little, маленький, little. То есть, it'll rain all day. Дождь будет идти везде. It'll be hot. Будет жарко. It'll be hot. Дальше. Вот. В общем-то, они сложные сокращения, но кое-что мы должны разобрать все-таки. Итак, you are. Ты есть. Допустим, you are my friend. Можно сократить, сказать you are my friend. You are. You are. И чуть-чуть are можно прорычать, если хотите. You are my friend. Или просто you are my friend. Но все-таки в американском you are. Они, у них тенденция такая все-таки слегка, это как показать you are my friend. Или you are. You are. You are my friend. Ну, пожалуй, это ближе к британскому you are. Но мы будем использовать вот этот вариант. You are in. Ты принят. Ты. У нас in. В. То есть, в нашей группе you are in. И дальше. It's good that you are home. Очень хорошо, что ты дома. It's good that you are home. You are home. Сокращаем. You are home. Хорошо, что ты дома. We are. We are. Мы делаем сокращение we are. Или в конце легкое р. Речание. We are. We are in. Название фильма. Мы приняты. We are in. Комедия. Такая есть. We are thinking of going to a club tonight. Мы подумаем о том, чтобы пойти в клуб сегодня вечером. We are. Здесь я почему-то не написал по отдельности. Ну, а мы знаем, что мы можем произнести we are. We are. We are thinking of going to a club tonight. И последнее. They are. Вот интересный вариант. Обычно это they are произносится they are. Ну, в британском. В британском. They are. И вот американский вариант they are. Хм. Вот такой вариант. Вместо they are. Честно говоря, мне всегда было привычно говорить вот так. They are. They are. И, ну, тем не менее, вот есть и такое вариант, как they are. They are. То есть похоже на произношение слова там. They are. То есть, можно сказать they are home. Вот так. They are home. Они есть дома. Или сказать по-американски they are home. В американском произношении. They are home. Даже, по-моему, так проще. То же самое. They are in. They are. Можно they are in. Или they are in. Мне опять же хочется they are in. Подчеркнуть air. Но тут решайте сами, как хотите. Или говорите they are in. Или they are in. Вот так. Мы сокращаем вспомогательные глаголы, как will, does, and is are. Но можем произнести полностью, если у нас какой-то определенный акцент. Мы действительно хотим доказать или показать человеку то-то ли, то-ли и иное. Или несердиты. Вот. И здесь несколько примеров. В общем-то, и все. Contractions. Здесь пока stop. Но мы продолжим с difficult contractions. Со сложными сокращениями. Но это чуть позже. После того, как вы подпишитесь на этот канал. Пока все. Ставьте лайки. Goodbye. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»